Боевые самолеты ВВС Ливии днём 28 февраля нанесли удары с воздуха по складам боеприпасов и военного снаряжения на востоке страны под контрольным оппозиции. Кроме того, в городе Месрата, расположенном в 200 километрах к востоку от Триполи, тремя ракетами, выпущенными боевым вертолетом, была разрушена радиовышка. Одновременно с этим из Бенгази и других районов Восточной Ливии в сторону Триполи начали выдвигаться отряды хорошо вооруженных добровольцев, собиравшихся в поход на столицу. Группы эти двигаются стихийно. В основном к ним присоединяются молодые противники Каддафи, а также военнослужащие и полицейские, перешедшие на сторону оппозиции. Временные власти Бенгази заявляют, что не имеют к происходящему отношения, но предпочитают не вмешиваться. Основным препятствием на пути повстанцев может стать город Сирт, все еще находящийся под контролем режима. Однако у противников Каддафи есть шансы взять его родной город, в их распоряжении есть тяжелое вооружение, включая бронетехнику и противовоздушные установки. Ситуация в Ливии остается напряженной в течение 10 дней. В результате антиправительственных протестов страна оказалась поделена на две части. В одной, преимущественно западной, режим Каддафи сохраняет свою власть, но восток страны контролирует повстанцы. Кроме того, из-под влияния режима в последние дни стали выходить города на крайнем западе и юге страны. А тем временем самолет ливийского лидера Муаммара Каддафи совершил чартерный рейс из Триполи в Минск и обратно. Лайнер Falcon DC-900 с бортовым номером 5 ADCN, зарегистрированный на ливийское правительство, отметился на ряде европейских радаров. Передвижение самолета отслеживали так называемые «плейнспоттеры» – добровольные шпионы за полетами авиалайнеров, передает картия 97. По данным издания, борт вылетел из Триполи в пятницу 25 февраля и вернулся в воскресенье 27-го. Неизвестно, кто находился на борту и с какой целью был совершен перелет. Между тем, в прессе уже появились самые разные версии. В частности, на израильской газетах Haaretz полагает, что в Минск могла отправиться семья диктатора. По другой информации, в Минск прилетел эмиссар Каддафи за оружием. Некоторые предполагают, что в белорусскую столицу доставили золотой запас ливийского лидера. Пресс-служба премьер-министра Канады в воскресенье 27 февраля сообщила, что правительство приняло решение ввести относительно Ливии санкции, включая санкции, установленные в резолюции Совета безопасности ООН и дополнительные санкции от канадских властей. В резолюции номер 1970 ООН предусмотрено эмбарго на поставки в Ливию любого вида оружия, проведение инспекции всех грузов, направляемых в эту страну. Помимо этого, ООН запретила поездки Муаммара Каддафи и людей из его окружения за пределы Ливии, а также заморозила банковские активы семьи Каддафи. Канада в одностороннем порядке в дополнении к санкциям ООН запретила проводить финансовые операции с ливийскими правительственными ведомствами, включая Центральный банк Ливии. В настоящее время эвакуация граждан Канады из Ливии, которые изъявили желание покинуть пределы страны, фактически окончена. МИД Канады официально подтвердил исчезновение своего гражданина в Афганистане, сообщает в понедельник утром канадская радиовещательная корпорация CBC. По данным канадского внешнеполитического ведомства, пропавший в Афганистане Колин Рутерфорд поехал в Исламскую республику в качестве туриста и не являлся военнослужащим или служащим канадского военного контингента в Афганистане. В воскресенье пресс-секретарь талибов Забиулла Маджахед на интернет-портале «Голос джихада» сообщил о том, что канадский гражданин был взят в плен талибами около недели тому назад в провинции Газни. По словам Маджахеда, у канадца изъяты документы, убедительно свидетельствующие о том, что он занимался разведывательной деятельностью, пытаясь определить места сосредоточения отрядов повстанцев. Маджахед пообещал, что в самом скором времени видеоролик с пленным канадцем будет распространен в интернете. По данным CBC, МИД Канады осведомлен о сообщении талибов относительно захвата Колина Рутерфорда и настоятельно рекомендует всем канадцам воздержаться от опасных поездок в Афганистан. Представители канадского правительства находятся в тесном контакте с афганскими властями с целью освобождения пленника, отмечает CBC. Канада и Япония создали совместную комиссию для разработки договора о свободной торговле. Это первый шаг для того, чтобы в ближайшем будущем стороны могли заключить между собой соответствующее экономическое соглашение. Министр торговли Канады Питер Ван Лоэн считает, что путь к процветанию его страны лежит в частности через тесное сотрудничество с азиатскими странами. Экономика Японии – третье по величине в мире и четвертое по экспортным операциям для Канады. В настоящее время товарооборот между двумя странами оценивается в более чем 9 миллиардов долларов ежегодно. Новые сведения о незаконных браках несовершеннолетних стали причиной нового расследования канадской королевской конной полиции. По сведениям, переданным Канаде американскими следователями, лидер полигамной общины Уоррен Джеффс в 2008 году в Техасе женился на несовершеннолетних девочках, специально привезенных для этого из Канады. Двум из них было тогда 12 лет, а третьей – 13. В Техасе многоженство считается незаконным, и в настоящее время Джеффс находится под следствием. Всего в Америку из Канады, из дружественной полигамной общины в городке Баунтифул было перевезено 6 несовершеннолетних невест. За последние пару десятков лет коммуна в Баунтифуле несколько раз становилась предметом внимания полиции. Однако ни одного раза следствие не привело к уголовному судебному разбирательству. Более того, полигамные браки в Британской Колумбии никак не могут запретить. Тем временем, за два года власти только одного штата Техас задержали более 400 несовершеннолетних девочек, которых вернули в их семьи. Семеро мужчин в связи с этим обвиняются в нарушениях закона. Мягкотело юридическая система Канады пока не в состоянии противостоять полигамистам. В Лос-Анджелесском театре «Кодак» в Голливуде состоялась 83-я ежегодная церемония вручения Оскаров. Лучшим фильмом 2010 года американская киноакадемия назвала картину «Король говорит». За премию «Оскар» в этой самой престижной категории боролись киноленты «Социальная сеть», «Черный лебедь», «Начало», «Железная охватка», «Боец», «127 часов», «Зимние кости», «Детки в порядке» и «История игрушек», «Большой подбег». Всего номинированный на 12 «Оскаров» «Король говорит» собрал 4 статуэтки. Помимо лучшего фильма, это лучшая мужская роль, лучший режиссер, лучший оригинальный сценарий. Столько же наград у картины «Начало» за спецэффекты, за качество звукомонтажа и за микширование звука, за достижения в кинематографе. Социальная сеть завоевала три «Оскара» за лучший монтаж, лучшую музыку к фильму и лучший адаптированный сценарий. Престижная награда за лучшее исполнение главной женской роли 2010 года присуждена Натали Портман за фильм «Черный лебедь». Актриса выдвигалась на премию дважды, победила впервые. На золотые статуэтки в этой категории также выдвигались Дженнифер Лоуренс «Зимние кости», Николь Кидман «Кроличья нора», Мишель Уильямс «Голубой Валентин» и Аннет Беннинг «Детки в порядке». 28-летняя уроженка Израиля Портман, предки которой по материнской линии были выходцами из России, готовясь к своей роли, ежедневно занималась хореографией от 5 до 8 часов. На съемках фильма она познакомилась с Бенджамином Мельпье, летом они ожидают рождения сына. «Это моя главная роль со слезами на глазах», призналась актриса. И в завершение на обзор матчей последнего игрового дня НХЛ. Российский нападающий Вашингтоном Александр Семин забил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против Нью-Йорк Айлендерс. Благодаря этому голу столичные сумели добиться волевого успеха. По ходу матча на Стравитяне ввели со счетом 2-0. Но матч закончился со счетом 2-3. Монреаль оказался сильнее Каролины. Ставшую победной шайбу в ворота ураганов в конце третьего периода забросил Андрей Костицын. Результат матча 4-3. Российский нападающий Алексей Ковалев, недавно перебравшийся из Оттавы в Питтсбург, принес победу своей новой команде в матче против Торонто. Россиянин забросил одну из 10 шайб этого матча, а также стал автором победного булита, что во многом повлияло на то, что его признали второй звездой встречи. Правда, пополнил Ковалев и свой пассив. Он дважды удалялся по ходу игры, а также заработал показатель полезности минус 2. Не ушел без результативных баллов и форвард кленовых листьев Николай Кулемин, на счету которого одна голевая передача 5-6 победили пингвины. Баффало Детройт 2-3. Российский нападающий Детройта Павел Дацук признан первой звездой матча. В этом поединке россиянин отметился забитой шайбой, а также успешно выполнил булит в послематчевой серии. Это были новости на канале РТВСИМ. В студии была Мария Долинина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин